Привет, привет, друзья! Вы на канале Кита Сити. С вами я, ведущий Владимир. На обзоре у нас с вами будет вот такая вот квадратная посылочка, в которой находятся весы. Весы для домашнего использования. И эти весы могут поднимать 25 килограмм. То есть, можно измерять 25 килограмм на этих весах. Весы эти куплены для домашнего использования, так как у нас есть тоже еще одни весы, но они до 5 килограмм. Вот они, кстати, вот такие вот весы, но они не справляются с тем, что нам нужно... Часто бывает, что у нас там кое-какие продукты бывают тяжелее, чем 5 килограмм, и эти весы не дают нам точный вес. Ну, а эти весы уже будут справляться с нужными нам задачами. Так, запакованы весы, как вы видите, вот в такую упырку. Вот два слоя пупырки. Так, и вот она сама коробочка. Так, это задняя сторона. Вот передняя сторона этой коробочки. Как вы видите, тут написано. Электрик компакт шкала. И тут нарисованы весы белого цвета. Если весы пришли белого цвета, то это, конечно, будет плохо, так как я заказывал черного цвета. Модель весов SF-550. Да, это, скорее всего, модель. Тут есть какие-то надписи, характеристик. Погрешности весов. Смотрите, вот тут на 3 килограмма веса весы могут давать погрешность 0,2 грамма. На 6 килограмм полграмма, на 10 килограмм один грамм. Ну и так далее. 15-20 килограмм. Это 1 грамм погрешности допустимой, я так понимаю. Ну и на 25 килограмм тоже 1 грамм. То есть, 1 грамм, в принципе, на 25 килограммах, это несущественно. Так, ну и характеристики, то, что нужно делать при транспортировке и хранении с этой посылкой. С этими весами. Да, блин, где же она тут открывается? Не вижу. Вот она где открывается. Тут заклеена скотчем просто. Так, открываем. Так, сразу у нас тут есть вот такая брошюрка, мануал пользователя, инструкция, так сказать. Да, инструкция на английском языке. И сейчас я вот так вот поднесу. Вот, смотрите, я поднесу. И вы можете при желании сделать скриншот и перевести его через гугл-переводчик или же сами прочитать инструкцию. Так, есть, да? Да, тут, кстати, из инструкции можно тоже что-то посмотреть. То есть, тут отключение весов, если ими не пользоваться, будет через 60 секунд. Рабочая температура от 5 до 35 градусов. Ну, и тут же всякие вот весовые штуки, там всякие фунты, унции, килограммы, граммы. И, да, тут можно калибровать весы, режимы работы, как сбросить лишний вес, если весы неправильно показывают. Так, ну, в принципе, надеюсь, мы без инструкции разберемся, что тут нужно делать. Так, в коробке у нас больше ничего нет, кроме весов. Вот такая вот скромная комплектация. И, слава богу, продавец положил черные весы, как я заказывал. Так как белые весы будут пачкаться, на черных будет лучше все смотреться. Смотрите, вот у нас имеется вот такая вот площадка для того, чтобы ложить сюда груз с небольшими такими пупырками. Вот экранчик, очень большой такой экран, как бы, да-да, для весов. Ну, хорошо все видно будет. Написана модель весов SF-550, электри-компакт-шкала. Четыре функциональные механические кнопки, которые вот так вот громко клацают. Функции включить-выключить, штука, снять лишний вес и выбор режимов. Затаривать. Так, снизу у нас имеются четыре резиновые ножки по бокам. Ну, по бокам четыре прорезиненные ножки и весы. Да, весы, они не будут гулять, вот так ездить. Резиновые ножки делают хороший упор. Также есть наклейка, указывающая, что весы на 25 килограмм и измерение вплоть до одного грамма. На 25 тысяч грамм. Это просто выступы и крышка для... Ого! Отсек для батареек. Батарейки. Сюда вставляются две пальчиковые батарейки формата 2А. Батарейки можно поставить самые простые. Весы многое, не расходуют энергии. Батарейки должно хватить на много. По бокам у нас спереди ничего нет. С правой стороны у нас есть разъем для подключения блока питания на 6 вольт. Но блока питания в комплекте нет. Это при желании можно самому свой собственный блок питания купить и использовать. Ну, в принципе, все. Разъем только для блока питания. Так, батарейки я уже приготовил. Давайте вставим сюда батарейки. Батарейки так туго зашли. Так, ну и тут загорелась какая-то надпись. Давайте их выключим и включим. Вот, загорается много чего. Тут только, чтобы загорелось. И мы видим, что тут у нас сбоку горит грамм. Давайте выберем режим. Вот тут загорается CT, TL, LB, ОЗ, KG, килограммы соответственно. Килограммы, как вы видите, тут стоит 0, запятая, вернее, точка, и три цифры. то есть, эти весы делают точный вес до одной тысячной грамма. До одного грамма. То есть, идеально точный вес будет показывать, что еще есть. А, ну и граммы. То есть, граммы будут, ну, сколько грамм положите, столько грамм они не покажут. Столько цифр и набежит. То есть, начиная с нуля и до 25 тысяч грамм. Так, включаются, выключаются весы, как вы видите, вот такой вот кнопкой. При включении все загорается. Весы загружаются и, как вы видите, тут я остановился на граммах. Давайте, вот я на килограммы переключусь. Вот, переключился на килограммы, выключаю и включаю. Да, то есть, весы запоминают, что было, на каком измерении они стояли, какой вид веса не должны показывать и пусть они его помнят. Так, ну, давайте попробуем. Вот, у меня есть яблоко. Вот, вернее, плохой пример. Вот, смотрите, весы показывают 0 килограмм, да, вот 0 килограмм, 0 грамм. И мы ложим сюда вот такую вот миску для того, чтобы насыпать сюда, допустим, фрукты. И миска показывает лишний вес. Мы ее затариваем, нажимаем кнопку тара и все. Снимается лишний вес и уже нужно вложить фрукты, допустим, и весы будут показывать точный вес, уже не учитывая вот эту вот тарелку. Так, ну, с этим понятно, да? Так, убираем тарелку. Давайте теперь посмотрим, точно ли эти весы показывают. Так, 0 грамм. Давайте, вот, для теста есть вот такие весы. еще мы сейчас сравним показания весов. тут тоже есть какие-то режимы, я никогда этим не пользовался. Ладно, пусть будут граммы. Там тоже что-то такое непонятное. Так, для теста у меня нету гирь, я приготовил вот такую банку огурцов и давайте начнем с новых весов. 1 килограмм 971 грамм есть. Берем, сравниваем вес. 1 килограмм 972 грамма. Вот 1 грамм несоответствия 72. Ну, в принципе, тут, да, тоже 1 килограмм 972 грамма. Вот, тут, наверное, просто полграмма вот эти вот указанные, что может быть гулять, где тут коробка, где тут у нас до 3 килограмм 0,2 грамма. наверное, вот эти вот 0,2 грамма они где-то тут и гуляют. 1 килограмм 972 Ну, 1 килограмм 972. То есть, в принципе, эти весы нам больше не нужны. То есть, все эти весы показывают идеально точный вес. в принципе, все понятно, да. Сейчас, смотрите, переключаемся на граммы. Вот. Вот, ну, даже 973 надо по центру ставить. 1972 грамма. То есть, переключая различные режимы, можно узнать, сколько весит. Но это там в других странах, кто пользуется там всякими унциями, фунтами или какими-то другими объемами, весом вот этим, то они понимают для чего это. у нас это не используется и для нас это неизвестные величины и неизвестный вес. ну, понятно, да? Так, ну, еще есть, что тут у нас еще есть? Есть вот такая функция, какая-то ПКС, ПКС. Так, сейчас, одну секунду. Так, нажмите, значит, нажмите ПКС, а потом режим мод, то есть, 75, 50, 25 или же 100. 100. Смотрите, вот, мигает ПКС, ложим сюда яблоки. Вот, я приготовил для теста 4 яблока. Вот. Допустим, у нас 4 яблока весят, ну, не 100 весят, а это 100%, наверное, от того, что нам нужно. Так, как теперь выбрать? Все, не мигает. Берем, вот, я убрал 2 яблока и полос, осталось 44. Все, 0. Вот, 25% от положенного веса на весе. вот, как вы видите. Вот, 4 яблока это 100% нужного нам веса. Это, кстати, очень удобно тому, кто пользуется на глаз, допустим, у него есть что-то там, какой-то фрукт или овощ, вот, он его почистил, а ему надо один к одному, допустим, свеклы, вот такая кучка, и нужна такая же самая кучка морковки, чтобы сделать, например, какое-то блюдо. Он положил свеклу на весы, нажал 100%, потом чистит морковку, уложит на весы и ориентируется по тому, что весы показывают ему, когда будет 100% такого же самого веса. И так можно, ну, много ингредиентов начищать и делать там какие-то различные блюда. Да, вот сейчас я положу четвертое яблоко и будет 100% веса. Вот, ну, это такая функция, это на любителя. Кому интересно, или кому-то нуждается в такой функции, то вот она работает как бы хорошо. Так, ну, еще тут по инструкции я вижу, что можно эти весы откалибровать и для этого нам надо гирька весом 100 грамм. Но, так как это у меня нету такой гирьки для калибровки, то, поэтому, к сожалению, откалибровать я не смогу. То есть, тут тоже надо зажимать кнопку мод. Вот, кал, горит кал, мигает 10 тысяч грамм, то есть, нужно сюда положить, наверное, 10 тысяч грамм для калибровки. Зажимаем опять режим мод. Кнопку мод. Ничего не происходит, лучше я перезагружу весы, включу. Да, вот, в плане калибровки я ничего показать не могу, потому что нужны специальные гирьки для того, чтобы сделать калибровку весов. Так, ну, 4 яблока весит 557 грамм таких вот. Так, ну, что, друзья, ну, такие весы мы сегодня с вами распаковали и сделали обзор. Весы на 25 килограмм и если верить в описании продавцу, то они выдерживают, у меня просто нету сейчас такого груза под рукой, чтобы нагрузить весы на 25 килограмм. То есть, они могут даже чуть больше 25 килограмм делать показания там 25 300 25 килограмм 300 грамм. Вот это ихний предел. Дальше они отключаются. То есть, они выдают ошибку типа перегрузка. Эти весы мне очень понравились, так что я их вам рекомендую. Ссылку на магазин продавца, где я купил эти весы и оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, изучайте. Ну а мы будем на этом прощаться с вами, друзья. Всем, кому это видео было интересно, понравилось чем-то или было полезно, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока.